Косым Джамар Такаев Косым Джамару В этой библиотеке 700 тысяч единиц хранения, из которых 20 тысяч уникальные экземпляры. Самая старая рукопись – медицинское сочинение на арабском языке. Но она уникальна тем, что она была написана в X веке. Аль-Маджусе. Он был известный медик. Древние трактаты, мертвые, редкие, мировые и экзотические языки – все это фирменный стиль МГИМО. Меня зовут Максим. Мое бирманское имя – Ауминнань. Направление зарубежного региоведения. Второй год изучаем бирманский. Это один из самых красивых музыкальных языков. Я сейчас говорю на кхмерском. Я выбрала его, потому что он особенный, экзотичный. Это главный язык королевства Камбоджа. На нем говорят всего лишь 20 миллионов человек. Специалисты со знанием кхмерского очень востребованы. Тайский – один из самых сложных на планете. Я выбрал его для изучения два года назад. Значение слов в этом языке зависит от тона и произношения. В самом переломном году Великой Отечественной войны в 1943-м Народный комиссариат иностранных дел СССР ставит перед советским правительством задачу открыть в МГУ факультет международных отношений. Ему выделяют отдельное здание здесь, в центре Москвы, в Кропоткинском переулке и объявляют первый набор абитуриентов, преимущественно мужского пола – 200 человек. Факультет международных отношений номер 13 при МГУ просуществовал в Кропоткинском переулке меньше года. Но не потому, что цифра 13 число не счастливое, а потому, что он был крайне востребован и стремительно разрастался. Поэтому в 1944 году они переехали вот сюда, к Крымскому мосту на улицу Остоженка. А в 70-х для МГИМО построили и первый собственный корпус. Отсовская опека, которую МИД осуществляет над институтом, обеспечивает и его развитие, и его высокий уровень. Здесь шутят, геополитическая карта мира могла бы быть совсем иной, если бы не МГИМО. Только сейчас среди его выпускников двое руководят целыми государствами. Еще трое занимают посты федеральных министров в России. Это, собственно, флаг, который сибирского строительного отряда, в котором были и Таркунов, наш ректор, и Лавров, наш министр иностранных дел. В том числе они строили и Останкинскую башню, были и в том отряде, и закладывали основы нашего телевидения. И здесь можно, кстати, увидеть студенческий билет нынешнего президента Азербайджана, Ильхам Алиева. С президентом Азербайджана, с Ильхам Алиевым даже был знаком. И когда у меня был очень сложный момент в моей жизни, и он меня встречал на входе, видел, что я грустный уйти говорил, Юра, ты запомни, что когда тебе плохо, а я вижу, что тебе плохо, старайся улыбаться. Потому что вот эта улыбка, она распространяется по всему организму. А на этих фотографиях студент-активист Касым Жамар Такаев. Глава Казахстана свободно говорит на английском, китайском и французском. Свою карьеру после окончания МГИМО начинал в советском МИДе. Уникальный вуз, он пользуется большим авторитетом, популярностью не только в России, но и во многих постсоветских государствах, в том числе в Казахстане. МГИМО хорошо знают на Западе, поскольку выпускники данного вуза работают в системе организаций международных наций, в других международных организациях. Премьер-министр в Беларуси Роман Головченко и сегодня благодарен своим учителям. Это настоящее светило, корифеи, что интересно, даже все свои конспекты институтские до сих пор храню. А это знаменитое древо МГИМО, которым так гордились советские, гордятся российские дипломаты. Каждый листок символизирует язык, который изучают в этих стенах. В 2010 году вуз получил сертификат Книги рекордов Гиннесса за самое большое на планете количество изучаемых государственных языков. Тогда их было 53, сейчас 55. Но это, похоже, не предел. Дереву есть куда расти. Места на стене еще предостаточно. История МГИМО – это большой процесс большого слияния. Лазаревский институт восточных языков, основанный еще в 19 веке, плюс тот самый факультет международных отношений МГУ. Позже плюс институт внешней торговли СССР. Получилось одно из самых больших учебных заведений в мире. Только в одной Москве это целый микрорайон. Без проводника у вас тут... Можно потеряться, действительно, потому что здание очень большое. Из-за того, что оно занимает две автобусные остановки, называем мы его по-своему между собой «Лежащий небоскреб». Мы сейчас по такому длинному идем тоннелю с вами. Да, из одного корпуса в другой. МГИМО сегодня это три кампуса. Два в России и один в Узбекистане. На базе вуза 15 факультетов и институтов. 112 учебных программ, бакалавриата и магистратуры. При МГИМО работает 16 научно-исследовательских центров. В списке выпускников известные ученые. Основатель Института США и Канады Академик РАН Георгий Арбатов. Директор Института мировой экономики Николай Иноземцев. Российский политолог и американист Виталий Журкин. Музыкант Александр Скляр. Журналисты Александр Любимов, Генрих Боровик и Сергей Брилев. Государственные деятели. Сенатор Константин Косачев. Помощник президента Владимир Мединский. Постоянные представители России в ООН Василий Небентья. Министр просвещения Сергей Кравцов. Есть и предприниматели Владимир Потанин и Алишер Усманов. Сергей Коцыев и Анатолий Ломакин. И многие-многие другие. МГИМО многие называют кузницей миллиардеров. Самые престижные факультеты международных отношений. Обучение обойдется 740 тысяч рублей в год. Международных экономических отношений 770 тысяч. И факультет международной журналистики. Почти 700 тысяч ежегодно, если платно поступать. Если взять минувший набор, то на бюджет у нас было больше 70 человек на место. На договор 12 человек на место. В этом году у нас на бюджет мы набирали всего 429 человек. И на договор чуть больше 800. В этом году 490 новых иностранных студентов. На четверть больше, чем в прошлом. Из 63 стран мира приехали поступать. Среди них граждане Конго, ЮАР, Лаоса, Камбоджи, Северной Кореи и Китая. В Монголии выпускники прошлых лет дважды занимали пост министра иностранных дел. Пост главы правительства, министра энергетики и главы Совета безопасности. А во Вьетнаме выпускник МГИМО товарищ Хахун Кеонг работал министром юстиции. А посол Фам Хай Ань занимал пост зама главы миссии Вьетнама при ООН. Умение добиваться желаемого на высшем уровне. Этому тоже учат, причем на практике, в специальных дипломатических клубах. У нас есть такая игра, известная во всем мире, международная модель ООН. Студенты, участники модели ООН распределяют между собой государство, разыгрывают ситуацию, которая происходит в Генеральной Ассамблее ООН, в Совете безопасности ООН, в различных комитетах Генеральной Ассамблеи. Россия в этой симуляции геополитической, экономической и военной жизни планеты, как и в реальности, никогда еще не проигрывала. А участники многолетней игры давно разбросаны по миру. Тысячи выпускников МГИМО из 60 стран мира. Отмечу, кстати, что по той же статистике, помимо пополнения ежегодно двух третей новобранцев Министерства иностранных дел, наши выпускники, выпускники МГИМО, трудятся на других ответственных постах и в аппарате правительства, и особенно в администрации президента. Все это и сегодня созвучно строчкам гимна МГИМО, которые выпускник-министр сам же когда-то и написал. Куда бы нас ни бросило, по миру мы всегда, в любой стране и на любых маршрутах, уверены нам в свете путеводная свиста, нас воно мир родного института. Глеб Стирхов, Эдуард Абадзинский, Денис Алиевский, Андрей Аникеев, Ольга Соловьева и Денис Носиевич. Программа «Вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова